Ну что ж, доброй ночи, дамы и господа. Мы продолжили нашу трансляцию. Немножко поменяли лигу. Теперь смотрим за Нави против Альянсов на Д2 Лиге. Ну что, счет 1-0, было 3. И First Ban Furion. Да, неплохая игра была. Мы, правда, чуть опоздали в связи с тем, что смотрели Dream League. Нет, ребят, это не запись, это прямой эфир. И у меня что-то левое ухо фонит. Ну ладно. Так, а БХ банится от Альянсов? Блин, что-то... Что-то не так. Не пойму, что. Так, подождите. Дайте перезайду. Потому что что-то не то. Да, реально что-то не то. Во, все норм. Ну что ж, стандартные баны, в принципе. Лайфстиллер, Фурион. Ну, я имею ввиду, между командами Альянс и Нави. И First Pick все-таки за Нави. Клакверка! На Верочку для Фаника! Ну что ж, ладно. Допустим. Что ж, Альянс отвечает сразу Виномансером и все-таки забирает Лондруида. Ну, я думаю, Нави сейчас решат этот вопрос. Привет, Дилвиш проклятый! Всем доброй ночи, ребята! Без 15.3 по Москве. Мы смотрим Доту. Ну что, возьмут? Кого возьмут? Кого обычно под Клакверка берут? А, ну как же, попей без Чена. Это мне что-то напоминает, что-то вот с Гранд Финала, Ви Плей. Так, ребят, дайте хоть водички попью, потому что реально уже язык отсох. Итак. Вторая стадия банов. Нави Альянс. Бло-3. Пак. Ну да, кстати, вот мы пускай ненадолго успели на первую игру, но все-таки С4 там на паке такие вещи вытворял, что заслуживает бана. Банится Вивер. Ну что, будет опять Дуза от Нави? Или же какой-нибудь там Дэс Пропот? С Дузой, конечно, попроще будет. Ну как попроще? Относительно. Очень даже относительно. Ну, должна быть уже какая-то идея, что надо будет делать с лон-друидом после того, как хотя бы он выформит Радик. Банится Джаггернаут. Интересный выбор. Кстати, почему-то перестали юзать Бэйна в последнее время. Даже не знаю почему. Лиги разные, пики те же. Да, ну конечно. Пики зависят от патча, а не от лиги. Ой, вот эту кнопочку выключить надо. Гиро. Так, ну что, ждем пиков дальнейших. Мы все знаем то, что Нави могут напикать вообще все, что угодно. Вообще, просто посадить там хвоста на Аквапула, отправить его, формить изи. Альянсы спикают более стандартно. В связи с этим, конечно, ребята уже научились против них играть. Лон-друид, он в Африке лон-друид. Парень выфармивает Радик, потом выфармивает Кирасу и пошел. Я, правда, немножко не в понятках, почему Д2Л Лига проводится в столь поздний час. Обычно вроде вечером ребята катали. Ночью была только Дрим Лига с 11 до 2 ночи каждый день. Непонятно. Вот как раз возможно из-за этого, из-за того, что сегодня у Альянсов было 2 игры на Дрим Лиге, возможно из-за этого перенесли. Нави-то сегодня на Дрим Лиге не играли. А вот Альянсы сразу с Дрим Лиги ушли играть против Нави. Ты все еще стримишь? Молодец. Держись. Держусь, ребят, держусь. Но только ради вас. И то заманили меня на Нави Альянс. Я хотел достримить Дрим Лигу и пойти спать. Но нет, там Нави Альянс. ВР! Зелень. Да, реально, у Альянсов зелень в пике. Держусь, ребят, держусь, ребят, держусь, ребят, держусь. Вспомнили Нави про Бэтрайдера. Ох, Магнус. Нави из Терн-Тупик. Магнус от Альянсов. Проблематичь там будет. То есть еще веник грамотный. Да, это дуза. Это дуза от Нави. Ну, посмотрим. Вчера хвост на дузе выиграл. Посмотрим, что будет сегодня. Дадут ли ему выформить то же, что и выформил вчера? Потому что, потому что, потому что, потому что лон друид. Ну, почему Магнус не вписывается, ребята, посмотрите. РП в пол. В троих веномансиру ультует. Там уже на лол хп надо будет кого-то разносить. И банится антимаг. Ну, у Альянсов свободная как раз, да, должность керри. А, как бы, лон друид, адмира, бульдог, хардлайнер. Два саппорта, виномансер, виндранер, Магнус Мид. И остается керри. А Нави остается забрать какого-то саппорта к дузе. В даблу. Привет вам, датирки. Какой счет не подскажете. 1-0 в пользу команды Альянс. НС. Ну, под Магнусом можно было что-то и по куче взять. Ну, НС, так НС. Интересно. Интересно. Ну, это опять же будет Лода выфармливать на Найт Сталкере. В трипле. Ну, дуза-то в лейте куда сильнее Альсталкера. Бо-3. Будет ли Рубик? Я думаю, не помешал бы. 27 секунд остается у Нави, чтобы сделать выбор, кто же будет саппортом. Да, это Рубик. Ладно. Смотрим. Это все-таки Рубен. Рубен от Куроки. Мне не очень нравится задумка Альянсов отправлять Буанара фармить в трипле. Все-таки Буанара это мид-герой. Больше. Так, выставляем свободную камеру и поехали. Пенант вроде стоит. Или тут пенанты не работают. Интересно. Ну, хвосту опять надо включать. Фарм-машину и перефармливать Лондруида. Лондруида. Ой-ой-ой-ой, там уже целая бригада. Ну так, потыкали, разбежались. Как в 16 лет. Дэнди, Мид, Бэтрайдер. Хвост. Дуза. Фаник, Лакверк, Пупей, Чен. Ну и Куроки, Рубик. Лода на Буанаре. Аки. Виномайсер, ЕГМ, БРочка. Ну, как вы думаете, кто на Лондруиде? Конечно же, отбирал Бульдог. Ну, С4 в миде на Магнусе. Пошли пенанты. И в бой. А что это, хвост в харду идет? А, ну да. У Альянса сейчас чуть другая стратегия. У них дабллайны. Поэтому Фаник оставляют против даблы в боте. Ну, а хвост, соответственно, будет фармить против Найт Сталкера. Который будет вместе с Виномайсером ставить на лайне. Но это, в принципе, нормально. В принципе, это нормально. Пупей уже устроил Девардинг. Ну и плюс подфармливает. Ну, я правда не вижу смысла от Блонара в трепле. Ну, даже в дабле. Парень должен стоять в мид. Парень должен унижать противников первую ночь. А тут... Есть, конечно, больничья тычка. Есть Сайленс. Но это не то. Дуза должна выигрывать лайны. Перефармливать. Так, а куда улетел хвост? А что это? Запись, что ли? Нет! Не запись. Поймали медведя. Фаник и проблемы. Куроки, соло-хард. Нет, фаник возвращается. Да. Сваплайн. Сваплайн. Ой, тут при помощи ЕГМа забирают Дэнди. Опять мы все пропускаем. Вышел ЕГМ, вышел с ДД. И Дэнди отправили под фонтан. Ну, тут все-таки вся надежда на хвост там. Как ни крути. Я даже не знаю, где хвосту было бы проще. Вот фаник тут сейчас хлопочет, ловит гель, сразу коги выставляет. Ну, мы сейчас ЕГМ... А, шикла нету. Есть пауэршот. Пиндран, фласочку, ракету и воид. Минус фаник. ЕГМ уходит на 50 хп, но у него есть фласка. Ну, не было шикли. 2-0 в пользу команды Альянс. У хвоста базылька. Есть ботинок. 13 крипов. Ну, в принципе, все топовые крипстаты. Это как раз 10-14 крипов. 12-14, ладно. Лода. Лода пока ничего нет вообще. Закидываю. Тут отбирал бульдога на хайграунд. Ну, и надо быстрее-то понести. Укура-то далеко. Можно попробовать даже убить. Ветра на... Ветра сейчас накрутить. А, ветра на КД. Лол. Лол. Надо убивать. Расстрел. Просто расстрел. Да, минус адмирал бульдог. Но, правда, тут у Куроки проблемы. Да ладно, если еще закинет, закинет. С4, сквивер. Сквивер. О, хорошо, хоть не на другую гору. Так, тут Дэнди врывается на фаерфлай. Рассыпается все-таки Куроки. Погоня уже за Магнусом. Но, Дэнди слишком лоу-хп, чтобы драться. И банки нету. Так бы отпился. И можно было бы, конечно, попробовать забрать еще Магнуса. Да и ВР-ка там уже была с двумя стаками. Хвост. Пятый левел. 500 голды на кармане. Я бы очень долго смеялся, если бы еще и С4 заехал бы на эту гору. Сквивером. Проблема у Фаника. Ох, тяжко Фанику. Третий левел всего лишь у Фаника. Тем временем Бланер уже пятый. Там третий воид нормально заходит. Так, опять врыв. Миди-драка. РП отвозят. Дэнди прям практически под вышку. Откидывается банк и живет. Есть еще 4 стика. Но КД 3 секунд. Тычка. Минус Дэнди. Фанику. Кровь из насу надо выфармливать. Левел. Кровь из насу. Ну, хвост стандартно. Выходит Фейзы. Первым артом. Бульдог без мишки. Без мишки еще 90 секунд. Врыв. На хвоста. Есть ульт. Пошел ульт. Под хвост уже просел. Надо уже отпиваться флаской. Лода может догнать. На Фейзах. Есть еще воид. Надо ходить в кусты. В кусты. В кусты. В кусты. Оп-оп-оп-оп. И воид. И шок вейв. Сквивер. Мимо. Ну, есть еще воид. Да? Лоду пока приостанавливают. Сейвят хвоста как могут. Но он успел докупить себе Фейзи. Нет, хвост тут не выживает никак. 2-6. Ну, альянсы, в принципе, все правильно делают. Им нельзя вообще давать расслабиться хвосту, чтобы тот был на фрифарме даже больше, там, 3-4 минут. Иначе повторится история вчерашнего гранд-финала. Врыв на Дэнди. Ну, Дэнди вроде более-менее уходит на хайграунд. Врывается С4. Получает сетку. Ловит еще и банку. Минус. Минус Магнус. Да, стики, конечно, спасают. Как ни крути. 1200 у Дэнди. За даггер еще 900. Куроки хороводы водит вокруг тир-1 Таура. Ну, кто развлекается, как может. Аки, пятый левел. Без ульты. Ну, в принципе, пока и не нужна. Питерская разборка с петушарой. Давай. Дэнди. Ну, Дэнди было бы неплохо сейчас, на самом деле, уйти куда-нибудь в лес. Да, фармить этот даггер. А, ну, еще 900 голды. Да, 900 голды. Это многовато, конечно. Было бы голды там 400. Можно было бы уйти в лес там стакнуть пару раз. Да, это даже один раз хватило бы, в принципе. Что по крипстату. Топовый крипстат у Дэнди. 33 крипового хвоста 30. Лон друид 30. 29 лода и 23 С4. Фаник, пятый левел. Замаксил батареечку. Ну, понятное дело, против Баланара. Так, у вас там могут быть проблемы. Пройдут корни, ну, 3 хп точно снимет. С4 без ботла, кстати, только с арканами. Может, ботл обузит. Есть кури ботл? Да, есть ботл. Ну, как это могло без ботла? Два стака. Если будет 4 стака, можно будет цеплять. Ловит РП. Ловит еще и с Шиклю. С пауэршотом опять наказывают Дэнди. Что-то Фаник психанул, ворвался на лоду. Ну, получилось, что ворвался на крипов. Кстати, если бы Аки поймал гелем, клокверка, я видел там уже лода, готов был прожать ульту, чтобы забрать клокверка, но нет. Ну, увы. Да, но у хвоста все плохо с фаром, на самом деле. Так, врыв над Дэнди, тут не с кем связывать, пауэршот мимо, гель мимо, ну и спокойно отпушивает фаерфлайм лайн. Чен, да, не смотрели мы, давно мы не смотрели за пупей, ему пупея только ботинок, есть ворды, есть сентря. Купил, наверное, баклер с хедреской. У нас остается рецепт. Выформить 700 голды до Мекки, с Меккой будет куда проще. Адмирал Бульдог, 200 голды, фейзы, в принципе, тоже не. Айс для лон-друида. Транквилы. Господи, миллион лет не видел Транквилов. На лон-друиде, по крайней мере. О, фаник, врыв на лон-друида, он еще и не в форме. Казнили Мишку. Оторвали Мишке лапу. Так, С4, если что, на регене, РП на КД 20 секунд, а через 20 секунд можно будет попробовать ворваться, подраться. Причем еще у Аки появляется. Ну а лон. Как хвост от Шуквейва в Мансит, вы видели? Жесть. С4 на регене, может делать, что хочет. Ай, карета сбил ориген. Так, все. Я думаю, Адмирал Бульдог больше не будет бегать без ульты. Так, хвост, хвост, щит на 1, есть ульта. Че ты так нагло? А че это так нагло? Дэнди в топе, Дэнди без ТП. На бот не придет. Врывается на Куроке. Украли сквивер. Врывается Фанник. Фанник врывается на Аки, получает нову. Закрывает его вместе с С4, получает РП, батареечки. Батареечки работают, минус Магнус. А где хвост? А хвост тут с Адмирал Бульдогом, походу, развлекался. Ну да. Ну да. Дэнди. Дэнди с Дайгером приобрел себе ТП, но все-таки не хочет пока что лететь в бот, драться. Ну, есть 15 тиков, пустой ботул. Может, кстати, попробовать топ пропушить. И совсем мы забыли про лоду. У лоды фейзы. Потихонечку готовится армлет. Пригорает уже, наверное, армлетик. Ну, тут досталось рецепт выформить 700 голды. Блин, по ДД могут сейчас забрать вышку. Пошел Глиф. Ох, медведь-то 150 хп уходит. Дэнди что-то поздно на бот прилетел. Ну что ж, вторая ночь. Ночь Найт Сталкера. Поехали. Переживут ли Нави вторую ночь? Без особых потерь. Так, нашли Дэнди. Пошел Гель. Минус тир-1 Тауэр. Дэнди просто залез на текстуры. Еще и пауэршот получает. Застрял Даггер. Эх, вот ЕГМ не в ту сторону чекнул. Так бы чекнул, он сбил бы Даггер, были бы проблемы. Хвосту сейчас вообще ничего не нужно. Хвосту нужно фармить. Ему не нужны драки, ему не нужны вообще какие-то конфликты. Ему нужно тупо фармить. Пупей тем временем все-таки выфармил себе Мекку. Может, кстати, сейчас загулять. Хотя Ленсы уже разбежались кто куда. С-4 дофармивает себе Даггер. Лода уже в топе. Дофармивает Армлет. С Армлетом, с Эмпауэром. Неплохая плюха будет с руки вынать Сталкера. Как не крути. Куроки. Куроки бы Даггер, конечно, РП-ку. РП-шку тырить. РП-ку. Пока что хвоста только персик. Медведь-то тоже не спит. Хотя, смотрите, Лон Друид без Мидаса. Что-то новенькое. А если сейчас купит Мидаса, то я не знаю, на какую минуту он вообще Радик выфармит. И будет ли вообще Радик. Я даже сказать ничего не успел. Уже сбрилли ЕГМ. И, кстати, Аки тоже может потерпеть. Так неплохо. Сейчас, если Денди надумает ворваться, настакает ему на голову масло. Так, Лода. Со спины сейчас будут заходить. Есть РП, есть Даггер. А что хвост смеется? Не знаю. Оп-оп-оп. Не смешно. Не успел пупе выхилить. Хвост там. И, скорее всего, у нас сейчас останутся без тирадинтауэра в миде. Лассо на КД. ЕГМ также. С мякой. Ух, РП под вами в шок-вейв. Даже без автобуса. Да, неплохой обрыв, конечно, от Альянсов. Минус Денди. Минус 4. Ну, в этой игре все правильно делает Альянс. Минус 5. Минус 5. Не дает хвосту вообще ничего выформить. У самих есть Минус, у самих есть Слоун Друид, у которого уже две с половиной. И до Саккорда остается копеечки. Ну, давят. Альянсы давят. Если даже по графикам посмотреть... Ну, посмотрите, по XP какой прорыв. Да, вторая ночь не удалась. На Альянс. Ну, и, скорее всего, сейчас Альянсы будут просто давить. Просто будут унижать хвоста сейчас по КД. Не знаю, выформит он себе хотя бы линку. Давайте посмотрим на Этворс. 7800 у Альт Сталкера. 6000 у Адмирова Бульдога. 6000 у С4. 5000 у Элема. И вот только после ВР-ки уже идет хвост. 4700. Да. 3100. 3100 уже скоро появится Саккорот. Как только появится Саккорот, шансы на ВР на победу резко упадут. У Дэнди тоже Форстаффом особо не пахнет. Это ввод вчерашних игр. Нет, ребят, это прямой эфир. Привет, Найткор. Это Д2 Лига. Д2Л. Записи вчерашних игр вы можете посмотреть в новости на СК2ТВ или же на моем канале на Ютюбе. Привет, мотор. Так, Рошана, забираю здесь Альянсы под Медведем. Ну, в принципе, есть Владимир. Почему бы не забрать Рошана с лонбруидом? Так, Фаник все это прочекал. Фаник тоже без БМа. Но Фейзах 10-й левел. Кстати, 11-й не помешал бы. Вот так и, наверное, не хватает вот 300 XP, чтобы быть 11-м в драке. Ох, РП по двое, минус хвост, минус Фаник. Это забей. Это забей. 7-16. Тоже ничего не сделать. Тут даже если хвост ультанет, тут, ну, просто дэмэджа нет. Нечем убивать. Там очень плотный. НС очень плотный. Посмотрите, у него 2000 HP. Лонбруид это вообще отдельная история. Плюс Магнус. Верк с Мека. Сейчас еще с Форстапом в скором времени будет. Нечем просто навязь сейчас убивать. Все надежды было на хвоста, а видите, только персик. Все плохо. Что, хвост не ультовал? А смысл тут был ультовать? Там вообще смысла не было. Ну, потихонечку радует то, что Магнус возвращается в оборот. Очень приятно смотреть игры, где вот как раз вот от всяких там black hole, реверс полярити, там стяжек Дарксира, очень многое зависит. Уникальный герой Магнус. И, как бы, кулдаун довольно-таки маленький на 100 лимбовую ульту. Плюс Эмпауэр для керри. Че про него забыли? Бог хвост знает. Походу хвост достанется даже без линки. Я думаю, альянсы просто так решили, знаете, ну, два раза в день проигрывать дузе это слишком. Радианс, 21-ая минута, практически 22 минуты, фарма лондруида и готов Радик. Ну, правда, без Медаса. Хвост, что делает хвост? Нет, слишком рискованно. Опугивают. Так, лода, ульт. Кто? Хвост Сайвенс хлопотал. Ох, Медис. О, РПшечка в кого? О, забрили Дэнди. Все, инициировать некем. Но теряют вышку. Хвоста Шекля не попадает. Вроде сейвят, как могут. И альянсы решают забрать последний Т2 Тауру команды Нави. Причем у альянсов стоят абсолютно все вышки. По пол хп на боте вообще практически фуловой, но все вышки стоят. 1600, ну что, скоро будет Гиперстоун, я так понимаю, у лондруида. И тогда он просто так будет, с такой скоростью будет жрать вышки. Да и бараки тоже. Хвост 1600. Хочет хотя бы линку. Жалко хвоста на самом деле. Все у него плохо. Посмотрите, как Балла под Эмпауэром фармит. Просто халявный БФ. Вот реально, плюс дэмэдж, плюс сплэш. Что это, как не БФ? Причем на халяву. Жуть. Хвостецкий не успевает даже подпушивать лайны. Причем еще без сплитшота. Даже если будет какой-то масс-замес, нуль тонет, а сплитшота нет. И толку. Даже если к уроке заберет РП. Под РП нужна расфарменная дуза. Дуза вот только линка вот-вот будет. Альянсом тоже нельзя сейчас затягивать на самом деле. Потому что если хвост расфармится, то он сможет перевернуть игру. Альянсом нужно давить. Давить как можно быстрее. Пока у дузы ничего нет. Ого! Закрыли. Но Фаник тут просто рассыпается сейчас. Неплохие, кстати, ветра. В кок. Дэнди. Пытается жить, но никак. Хвост с ультой заходит. С4. Подкидывается Шоквейм. Сейчас будет еще РПшечка. Не успевает просто дойти. Ну сейчас просто спамят фаста. Фаник на байбеке врывается. Получает. Ох, РП в двоих. Шоквейм. Повершот. Шикарный повершот от ЕГЭМа. Вы видели? Минус 5 от ЕГЭМ. Ну альянсы просто психанули. После поражения на виплее, поражения от Роксов, поражения от ЕГЭ. Просто психанули. Вот и все. ГГВП. 2-0. В пользу. Alliance.